В Нижегородской области с 27 мая по 3 июня спасатели зарегистрировали 7 происшествий на водоёмах. По данным МЧС, погибли 9 человек, в том числе один ребёнок. Основной причиной стало купание в необорудованных для этого местах. 60% утоплений происходят в нетрезвом виде, а дети и подростки нередко гибнут из-за того, что за ними плохо смотрели родители. Призываем повторно провести со своими детьми инструктаж об особой опасности при нахождении на водных объектах. Напомните им, что ни в коем случае нельзя находиться у воды одним, без присмотра. И с наступлением купального сезона в обязательном порядке используйте только специально оборуданные для этого места, где осуществляют дежурство спасателя, медицинские работники, которые в любую минуту могут оказать вам помощь. При купании запрещается заплывать за границы разрешённой зоны, подплывать к лодкам, катерам, катамаранам, нырять и долго находиться под водой, прыгать в незнакомых местах с причалов и других сооружений. За полтора-два часа перед заплывами лучше поесть лёгкую пищу. Если при купании свело ногу, её необходимо распрямить силой, взявшись рукой за большой палец стопы и потянув его на себя. После прекращения судорог необходимо сменить стиль плавания. Некоторое время полежать на спине, массируя руками ногу, а затем медленно плыть к берегу. Если человек хлебнул воды, ему нужно приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног помогут удержать тело вертикально в воде. Уважаемые нижегородцы, выполнение данных правил позволит сохранить жизнь вам и вашим близким. Помните, ваша безопасность – это ваша ответственность. Согласно анализам межрегионального управления номер 50 ФМБА России, неудовлетворительные результаты по микробиологическим данным показали воды из протяжки и Филипповских озёр. Пробы из прудов Борового и Балыковского, реки Сатис в районе лодочной станции соответствуют гигиеническим нормативам. Напоминаем, что в Сарове купальный сезон официально ещё не открывали. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.